Здравствуйте, уважаемые ребята! Сегодня мы с вами в рамках курса химии 8 класса рассмотрим тему оксиды. Значит, вы в принципе уже с оксидами знакомы, поэтому мы с вами повторим и систематизируем тот материал, который вы знаете, ну и, конечно же, узнаем с вами что-то новое. Наша задача сегодня – разобраться, что такое оксиды, каким образом их получают и какие, собственно, как их классифицируют и какие химические свойства для них характерны. Итак, значит, что касается нахождения в природе, да, обычно с чего мы с вами начинаем в неорганике – с нахождения в природе. Оксидок на самом деле великое множество, они бывают всевозможных агрегатных состояний и совершенно, скажем так, всевозможных цветов. Ну, например, там, оксид меди – это такое черное кристаллическое вещество. Углекислый газ, он тоже в природе присутствует, это бесцветный газ, как вы знаете. Это ведь тоже оксид, это оксид углерода-4. Серный газ – это оксид серый, шестивалентный. Это бесцветная летучая жидкость. Значит, какие оксиды есть в природе? Во-первых, вода. Формально, строго говоря, хотя вообще воду мы изучаем отдельно, у нее свои свойства. Но вообще-то, формально говоря, это же ведь оксид – это соединение водорода с кислородом. То есть что такое оксид? Это соединение с кислородом. Причем кислород всегда проявляет степень окисления, да, минус 2. И, кроме того, он двухполезен всегда в оксидах. Значит, кроме того, в природе у нас встречается не только углекислый газ, но и, например, угарный газ. Собственно говоря, тот самый коварный, ужасный газ, который представляет такую серьезную опасность при пожарах. Даже не столько углекислый газ, сколько угарный. Отравление им опасно для жизни. Негашенная известь. Ну, это скорее, про это слышат те, кто делал ремонт, или у кого родители работают в строительстве. Песок. Песок – это оксид кремния-4. Глина. Глина – это оксид алюминия. Магнитный железняк. Примеры на самом деле можно приводить до бесконечности. Просто это такие наиболее распространенные, которые достаточно часто на слуху. Итак, как мы уже с вами определились, и вы помните это, вы должны это помнить, в общем-то. Это оксиды – это сложные вещества, которые состоят из двух химических элементов, один из которых – кислород степени окисления минус 2. Значит, соединений всегда 2, один из них – кислород. Значит, какие бывают оксиды? Оксиды бывают основные, амфотырные и кислотные. Значит, основным оксид, такой характерный пример – это оксид кальция или оксид медиц двухвалентный. Кислотный оксид – это, например, тот же самый углекислый газ. Или вот, как в данном случае, в доске пример – это оксид серы 6. Оксид фосфора – это тоже кислотный оксид. Ну и амфотырные, для которых характерны свойства, скажем так, и тех, и других. Это их не такое большое количество, это такие наиболее часто встречающиеся оксид алюминия, оксид цинка. Значит... Какие оксиды называют основными? Основными называют те оксиды, которым соответствуют основания. А, соответственно, кислотными называют оксиды, которым соответствуют кислоты. Перед вами вот в табличке такие наиболее часто встречающиеся, которые вам будут неоднократно попадаться на страницах учебников и в процессе решения задач. Значит, оксиды металлов первой группы – это щелочные, да, это растворимые основания, и они еще называются щелочи. Но основания могут быть также и нерастворимыми. Например, это оксид, оксиду хрома соответствует гидроксид хрома, гидроксид марганца, гидроксид марганца-2, это гидроксид железа. А кислотные оксиды, кстати, они еще по старинке называются иногда ангидриды, это их тривиальное такое название. Им соответствуют кислоты. Например, тому же самому оксиду серы-4, это сернистый газ, соответствует сернистая кислота. Серному оксиду СО3 соответствует серная кислота. Оксиду фосфора-5, который мы с вами видели в табличке, в предыдущем примере, соответствует кислота ортофосфорная. Значит, что касается получения оксидов. Значит, такие наиболее распространенных способов, пожалуй, вам, кстати сказать, уже известных, это является прежде всего взаимодействие металлов и неметаллов с кислородом. То есть этот процесс, ну, чаще всего, как правило, называют горением. Например, тот же самый образование оксида магния, очень такой красивый, зрелищный эксперимент, но требующий, к сожалению, вытяжки. Вот, образование оксидов азота, он образуется, это летучее соединение. Кроме того, оксиды можно получить с разложением гидроксидов, соответственно, оснований или кислород, содержащих кислот и соответствующих солей. Ну, вот как мы в данном случае с вами видим, да, на примере оксида железа-2 у нас получается, соответственно, оксид железа-2. Из кремниевой кислоты можно получить оксид кремния-4. А что касается карбоната кальция, то он разлагается на оксид кальция и углекислый газ. И, наконец, оксиды можно получить взаимодействием сложных веществ с кислородом. Ну, сложные вещества это какие? Например, те же самые соли. Вот как в данном случае сульфид цинка при взаимодействии с кислородом, соответственно, дает оксид цинка и, образуя, выделяется сергистый газ. Теперь, что касается химических свойств оксидов. Я их решила свести в табличку для того, чтобы вам по аналогии было проще запоминать этот материал. Но, опять же, повторюсь, вы часть этих реакций уже, в общем-то, знаете. Значит, основные оксиды и кислотные оксиды мы с вами будем параллельно их, так сказать, рассматривать в параллели. Значит, основные оксиды, поскольку им соответствует название, им соответствует основание этой гидроксиды соответствующей, значит, основные оксиды взаимодействуют с кислотами, при этом образуется соль и вода. А кислотные оксиды взаимодействуют со щелочами и при этом также образуется соль и вода. То есть основные оксиды взаимодействуют с кислотами, кислотные оксиды взаимодействуют с основаниями, со щелочами. А продукты получаются, ну, грубо говоря, одинаковые, то есть это средняя соль и вода. Вторая, второй, скажем так, тип реакции, значит, взаимодействие с водой. Как мы уже с вами ранее сталкивались с этими реакциями, значит, если оксиды активных металлов взаимодействуют с водой, то образуются растворимые основания, именуемые щелочами, а большинство кислотных оксидов, они взаимодействуют с водой и образуется соответствующая кислота. Ну, почему большинство? Например, угольная кислота, она является настолько слабой, что практически сразу же идет реакция ее распада на воду и углекислый газ. Поэтому обычно, если в ходе реакции образуется угольная кислота, то ее сразу записывают в виде углекислый газ и вода. Но, например, тот же самый оксид фосфора, взаимодействуя с водой, правда, этот процесс требует нагревания, дает, соответственно, ортофосфорную кислоту. А кислоты и основные оксиды могут взаимодействовать друг с другом, при этом образуются средние соли. Ну, самый такой простой пример – это оксид кальция в взаимодействии с углекислым газом. Причем, обратите внимание, эта реакция у нас идет как в одну сторону, то есть образование карбоната кальция, так и в другую. То есть, если карбонат кальция нагреет, то при разложении он даст оксид кальция и углекислый газ. Кроме того, значит, это уже относится только к кислотным оксидам. Значит, менее летучие кислотные оксиды могут вытеснять более летучие из их солей. Ну, вот в данном случае взаимодействие с силикатом кальция, поскольку углекислый газ является оксидом летучим, то, соответственно, у нас оксид кремния легко вытесняет его из соли, ну, относительно легко при нагревании этот процесс идет. И у нас при этом образуется соответственно силикат кальция и выделяется углекислый газ. Значит, если вы хотите узнать больше, к вашим услугам всегда наши замечательные учебники. Ну, а я с вами прощаюсь до новых встреч и желаю вам успехов в учебе.